Я часто слышал, что у саудовских королей, принцев и некоторых президентов, которые себя называют президентами в исламских странах, мусульманских странах, больше, чем четыре жены. Один раз я спросил у одного знакомого, который учился в Сирии. Он мне сказал, что людям такого ранга можно иметь больше, однако не пояснил подробно. Я постеснялся спросить поподробнее, так как мы были в гостях, и его жена сидела рядом, и из-за уважения перед старшими. Однако мне стало очень интересно, как это так. Я знаю много вопросов про многоженство, у вас спрашивают, однако прошу разъяснить, знаете ли вы об этом. Бисмиллах, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расулиллях. В первую очередь, ответить на вопрос шариата, не зная, и не зная, является харамом, даже некоторые ученые говорят, может дойти до куфра. Человек, если он, как говорится, учился в Сирии, или же учился в Египте, или учился в Саудее, это не означает, что он учился там. Многие студенты, 15 лет были в Сирии, но они жили там, не учились, как обычно, сирийцы жили, занимались, что попало. И так же сейчас, в данный момент, в Египте. Может быть, человек не выйдет из Дагестана, или же, скажем, с Кавказа, быть ученым, сильным ученым он может быть. В наше время, тем более, когда есть информация, может, связями через скайп, через интернет обучаться, стать ученым, может быть, не выходя даже с Кавказа. Некоторые, может быть, даже джид в Сауде 20 лет, или же в Сирии 20 лет, или в Египте, прийти оттуда, как он ушел. Потом, чтобы не сказать, он не знает, не учился, отвечает не под незнание, и сам заблуждается, как сказал Пророк Саусалам, и заблуждает других. Это вопрос тоже из такой категории. Инна лилляху, инна лилляху, инна лилляху, ра-жи-ун. В Исламе нету ахками, как в эталутских законах, для министров, для королей, какие-то разрешения есть, для народа, которых нету. В Исламе король и простой мусульман все одинаково, для них все однако и на законе. Больше четырех жён одновременно является харамом, запрещенным. Кто это говорит, можно, разрешено, и даже узаконить такой, это является куфр. Потому что он разрешает то, что запретил Аллах, субхану ва-та'аля. До Ислама у арабов были девять жён, были двенадцать жён, были больше и более и меньше. Пророк Саусалам, когда Ислам принимали, что он делал? Говорил, выбирайте себе четырёх жён, остальные отпускайте. Когда они принимали Ислам со всеми жёнами, например, четыре разрешено было, остальных должен был отпустить, сам выбирал, кто с ними остаётся. Из-за этого, кроме нашего пророка, Саула Ассалам, пророка, Аллах разрешил девять жён одновременно иметь. А остальным народу, это является индивидуальной вещью для пророка Саула Ассалам, который Аллах разрешил. И мудрость есть, что для пророка, что много жён разрешит, потому что пророк Саула Ассалам, то, что ему дома происходило, то, что с жёнами происходило, это людям рассказывать. Семейные отношения, чтобы рассказывать, должны были, чтобы много женщин, и Аллах разрешил ему иметь девять жён одновременно. А после пророка Саула Ассалам, начиная с Абу Бакр, ради Аллаху Ана, после пророка самый лучший человек, кончая до последнего мусульманина, больше четырёх жён иметь никому не имеет права. А здесь вопрос задаётся, у саудовских жён, у них есть больше четырёх жён. Аллаху алям, я не слышал, что такое есть, они открыты, что могут ли, они так сказать, моя жена. Они могут жениться, разводиться и 50 раз тоже жениться. Это другой вопрос. Женился, детей же имел, развёлся, но другой женился, они могут даже 50, 60, 100 тоже жениться. Это, если одновременно, вместо четырёх жени нет. А так, одновременно сказать, больше четырёх имеет такого ранга людей, разрешается. Нет у нас ранги, которые одному харам халал становятся, другим халал харамом становятся Аллаху алям. То, что пророк Саула Ассалам, назначили прожжён пророка Саула Ассалам, из права пророка Саула Ассалам, это все жены, которые пророком были, они же жены пророка будут в раю тоже. Первая жена была Хадижа, и остальные жены Аиша, ради Аллаха, Хафса. Это все эти жены, они тоже в раю пророк Саула Ассалам будут. Из-за этого после смерти пророка Саула Ассалам, алейху ассалам, жениться на жены пророка является харамом, и замуж выходить им тоже является запрещенным харамом, потому что они жены пророка Саула Ассалам и в раю тоже. Остальные женщины, жены, чьи бы они ни были, начиная с Аббакра, они имеют право после смерти или после развода выходить за другого замуж. Но, чем больше искажений, искажаются люди тоже. Например, суфистские шейхи говорят, их жены тоже нельзя после них замуж выходить. Они сравнивают себя с женой пророка Саула Ассалам, если суфистский шейх умер, значит, ей тоже харам замуж выходить. Ис-сам такого нету. Кроме жен пророка Саула Ассалам, остальным женам после смерти мужа имеют право замуж выходить, если они захотят. Аллаху Аля. У нас на сегодняшний день институт рабства и наложниц, он же в принципе не существует. Может, это имеют в виду, что помимо четырех жен еще, чтобы кто-то был? Это же не... Если рабы, это же не жены. Женщины, это рабы, имеют право. Сколько тысяч ты можешь купить и продать это имущество твое. Ты можешь их иметь. Он же не говорит там, он говорит, женщин, таких рангов людей имеют право, жены имеют. А рабы не только короли имеют, простой человек тоже имеет, если у него деньги позволяют и покупать, и продавать. И были многие сподвижники, что у них были. Помимо четырех жен и их рабы тоже были, наложницы были. Это разрешено. Но в данный момент вопрос спрашивают про жен, потому что в наше время рабы почти нет. Говорят, в Мавритании есть сейчас в данный момент, но в общем, в данный момент их нет. А сказать, больше трех жен имеют право, какой-то ранг людей нет, это неправильно. Это может даже дойти до куфра, в Аллаху а'алам.